МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Переводчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Опять не приехал. Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Саров перенесена. За активное участие в Совете ветеранов наградили пенсионерам за вклад в общественную жизнь организации. В вида монастырях техники барельев. В православной гимназии создают настенное панно. Далее расскажем обо всем подробно. Визит в Саров президента Владимира Путина не состоялся. Возможно, виной этому стали погодные условия. Планировалось, что главе государства представят разработки ядерного центра и цифровые продукты Росатана. Владимир Путин посетил Саров первый раз в 2003 году. Потом приезжал в 2012. С молодыми учеными РФАЦНЕФ президент встречался в сентябре 2014 года. Жители города всегда с нетерпением ждут визиты главы государства. И каждый раз гадают, отменится поездка или нет. Наша съемочная группа вышла на улицы города. И узнала о том, какие надежды возлагает Саровчени на визит в наш город президента. Как вы считаете, такие визиты президента как повлияют на жизнь города? Любой визит это, ну как сказать, стимул городских служб поработать чуть лучше. Ну все готовятся. Ну чтобы так вот как-то кардинально что-то поменялось? Нет, конечно. Я не думаю, что это сильно повлияет. Я думаю, что у нас развивается город сам по себе, своим образом, спокойно, понарастающе. Есть вообще в городе какие-то проблемы, о которых президент должен узнать? Ну я не знаю точно. Наверное, должен знать, какие дороги у нас в Сарове. Про коронавирус, наверное, тоже он должен знать. Думаю, безусловно, влияют, потому что все в городе всегда готовится к приезду таких личностей. Ну вот а в аптеках у нас лекарства как бы вот с переменным успехом есть. Но правда вот сейчас мне удалось купить антибиотики для коллеги. Я думаю, что парк еще у нас как бы неблагоустроенный. Детский парк у нас не в том состоянии находится. О том, когда глава государства планирует посетить Саров, сообщим дополнительно. Нижегородская область смогла остановить рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила главный государственный санитарный врач России Анна Попова. По словам руководителя Роспотребнадзора, региону удается сдерживать увеличение количества заболевших COVID-19 в разгар сезонных заболеваний гриппа и ОРВИ. Динамика в регионе стабильная, и это очень важно в эпидемиологии – остановить рост заболеваемости. Все меры, предпринятые в Нижегородской области, на мой взгляд, совершенно адекватно подчеркнула Анна Попова. За последние сутки в регионе зафиксировано еще 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 52 180 человек. За сутки в России зарегистрировали 23 675 зараженных. 507 пациентов умерли. Для сравнения сутками ранее в стране зафиксировали 24 326 случаев коронавируса. В Сарове суточный прирост заболевших составил 167. Всего коронавирусом заразились 6796 горожан. Высокий уровень заболеваемости COVID-19 в городе заведующая второй поликлиникой Ирина Макарова объяснила масштабным тестированием саровчан на коронавирус. Поэтому будем считать, что количество пациентов больных коронавирусной инфекцией пропорционально тому количеству анализов, которые у нас производятся. Также Ирина Макарова подробно разъяснила порядок действий больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно и контактных лиц. Полную версию обращений заведующей второй поликлиникой смотрите на нашем канале в Ютубе и в эфире Саров-24 в рубрике «Без комментариев». Власти Великобритании обсуждают возможность ввести ковидные паспорта для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Такая мера позволит обладателям нового документа свободно перемещаться по стране и совершать рабочие командировки. Сейчас люди, прибывшие в Великобританию, проводят в изоляции 14 дней. Борис Джонсон опроверг возможность введения ковидных паспортов, но призвал граждан делать прививки, как только появится такая возможность. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили у саровчан, нужно ли ввести ковидные паспорта в России. 70% респондентов высказались против такого предложения. Понравилась идея с ковидными паспортами 20% участников опроса. С 1 декабря возобновят пакетированный сбор мусора для жителей Балыкова, Яблоневого сада, Тиза, а также 16 и 17 микрорайонов. Региональный оператор ООО МСКНТ будет вывозить ТКО по графику. В зависимости от погодных условий и загроженности дорог прибытие машины может колебаться в пределах 10 минут. Более подробная информация по телефону 977-81. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МВД России предложила изменить перечень грубых ошибок при сдаче экзамена на водительские права. Согласно действующему регламенту, за грубые ошибки кандидат в водитель может получить 5 штрафных баллов, за средние 3 балла, а за мелкие 1. Для успешной сдачи экзамена допускается не более 4 штрафных баллов. Сейчас в этом списке 17 пунктов. Ведомство предлагает сократить их до 15. Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года. Видеопроект Нижегородского туристко-информационного центра усадьбы Нижегородской области теперь доступен на цифровом туристическом сервисе «РУСПАС». На портале представлены 10 онлайн-экскурсий по достопримечательностям региона. Также с помощью сервиса можно спланировать путешествия и воспользоваться авторскими маршрутами, разработанными нижегородскими туроператорами. В финал конкурса юных изобретателей «Автодвиж» вышли 6 саровских школьников. За победу им предстоит побороться с 60 участниками из городов присутствия госкорпорации «РОСАТОМ». Наш город будут представлять воспитанники станции юных техников, дворца детского творчества и ученики 10-й школы. Дипломы, грамоты и почетные звания. В разгар пандемии нашлось место празднику, которого так не хватало пенсионерам. В Воском кругу с соблюдением санитарных норм ветеранов Сарова наградили почетными дипломами за вклад в общественную жизнь города и поздравили с присвоением звания заслуженный ветеран Сарова. Подробности далее. В Совете ветеранов города собрались пенсионеры, которые нашли место культурному, образовательному и творческому развитию. Они ездят на экскурсии в другие города, выступают с вокальными номерами, организуют вечера и провозят собрания для решения насущных проблем, участвуют в событиях Сарова. Тамара Барышева в Совете с 2009 года. Как закончила свою трудовую деятельность, я сразу пришла сюда. Здесь мы чем занимаемся? Мы, во-первых, помогаем нашим ветеранам в этих условиях, и адаптацию какую-то, чтобы они приходили в строю какие-то праздники, праздники и Нового года, и Дню пожилого человека. И были у нас чаепития организованные от администрации, проводимые в мечте. Представители власти не раз выделяли членов организации за активную жизненную позицию и общественную деятельность. В этот раз пенсионерам 8-го микрорайона передали почетные грамоты, дипломы и медали. Присвоили звание «Заслуженный ветеран города Сарова». Эти награды, они же не просто так даются. Они за определенную работу конкретно даются. Поэтому это очень важно для них. Поэтому мы хотели, чтобы быстрее получить награда. Она должна быть наградой. А в этом году, к сожалению, городские власти не смогли этого обеспечить из-за отсутствия средств. Праздничную атмосферу руководители Совета ветеранов создали самостоятельно. Вручили членам организации денежные премии, памятные подарки и цветы. В православной гимназии полным ходом идет работа над созданием панно «Саровский монастырь». Виды на обитель в технике барельеф выполняет саровская художница Елена Лемясева. Размер панно составляет примерно 9 квадратных метров. Также в гимназии оборудуют игровую зону для учеников. Все изменения проводятся за счет средств одного из грантов, которые гимназия выиграла в конкурсе. Прорисовка, грунтовка, лепка – этапы создания уникального панно. Для Елены Лемясевой это уже шестая подобная работа. С малых лет девушка увлекалась живописью. Закончила художественное училище. Барельефом и росписью стен Елена занимается с 2018 года. Пандемия подтолкнула к тому, чтобы окончить онлайн обучение. Я по барельефу немножечко еще и поучилась, чтобы набраться навыков, потому что все-таки я художник-живописец, и скульптура у нас была, конечно, в училище, но в малой степени. То есть я там имела такие представления, интуитивные, наверное, больше. То именно обучение онлайн, оно придало немножко больше знаний. Изначально авторы проекта вместе с Еленой видели панно как микс росписи и барельефа. Но позже решили, что для полноты картины в объеме нужно выполнить не только деревья, но и храмы. Их девушка сделала в первую очередь. Создается сначала дальний план, так как там будет меньше всего слоя именно этой шпаклевки. И приближаясь, так же как на картинах, приближаясь к переднему плану, вылепливается все больше толщина объема. И чем ближе, тем более детальнее. То есть если это деревья на переднем плане, то они будут максимально, там, листочки можно увидеть. В работе Елена учитывает все архитектурные нюансы храмов, прорабатывая деталь за деталью. Панно стало одним из элементов преображения православной гимназии за счет средств одного из грантов, которое выиграло учреждение в конкурсе «Серафимовская школа служения». Мы преобразуем нашу среду в гимназии и эстетически делаем ее именно соответствующей православной гимназии. Поэтому у нас центральное панно будет изображать Свято-Успенский мужской монастырь. И рядом с ним будут соответствующие стенды, рассказывающие о истории нашего монастыря, об истории создания города, о возрождении нашего монастыря. На этажах гимназии уже разместили настенные игры в виде шахматных досок и картины игумена Афанасия Тихонова, подаренные автором. Также руководство планирует заказать новую мебель и обустроить зону ожидания родителей. В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В этом году он выпадает на 29 ноября. Уже задолго до праздника дети начинают готовить для своих мам и бабушек подарки. Открытки, обереги и сувениры научат делать всех желающих на отмастерских библиотеки имени Пушкина. До 28 ноября там проходит акция для мам вместе с мамами. Что подарить самому дорогому человеку на свете? Еще в детстве нам говорят, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. В него автор вкладывает частичку себя, своей души. Так мы без слов можем сказать о том, как любим и дорожим близким человеком. Будь это просто акварельный рисунок, открытка из картона или цветок из пластилина, для мам такие поздравления малышей бесценны. Многие бережно хранят их долгие годы. Мама – это самый родной, самый близкий человек в жизни каждого. И в это воскресенье вся наша страна отмечает добрый семейный праздник – День матери. Он сравнительно молодой, он был утвержден в 1998 году указом президента. И, конечно же, мы, детская библиотека, не могли обойти стороной этот день. И в рамках акции «Для мамы вместе с мамами» у нас стартовали творческие мастерские, арт-мастерские, особенный подарок для мамочки моей. Двери мастерских открыты для всех желающих с 19 по 28 ноября. Здесь работают четыре секции – сердечко в ладошке, оберег на счастье, открытка-коллаж и мамочке любимой подарют цветок. Мы, детские библиотекари, поможем сделать оригинальный творческий подарок, поможем с художественным оформлением. По всей библиотеке, а также в структурных подразделениях у нас созданы площадки. Где-то ребята делают поздравительные открытки, где-то букет из бумаги, букет цветов, а где-то даже кукла-обереги. Настя Мещерякова каждый раз старается подготовить для мамы что-то особенное. В прошлом году она удивляла ее своими кулинарными способностями. Сейчас решила смастерить букетик цветов из бумаги. В секции мамочке любимой подарит цветок. Я сейчас делаю букет на ладошке, которую мы обводили сами. И я ей каждый год делаю подарки, делаю ей открытки, письма пишу и кладу их под подушку. И когда она просыпается, она видит то, что лежит письмо под подушкой и открывает и читает мою записку. Уже больше 40 человек подготовили подарки для своих мам. Арт-мастерские работают ежедневно с 9 до 18.00 в детской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежки ценят особо. Десятки его сортов можно не только приобрести, но и продегустировать в Ледовом дворце. Там пройдет выставка «Медовая феерия». Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в Ледовом дворце. С 27 по 29 ноября там пройдет выставка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям. Аллергию не вызывает. На выставке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры, как аэрозон брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Не пропустите! «Медовая феерия» работает в Ледовом дворце с 27 по 29 ноября. С 10 утра до 5 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Все вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова